Слава Иисусу Христу! Во веки слава! Да это ж жидян! Да, это я. Низко кланяюсь вельможным панам. А где мой пан? Мой пан? В Киеве пану ищет. В каком Киеве? Ты что, Киева не знаешь? Шутите? Зачем ее в Киеве искать, если она в чертовом еру у ведьмы спрятана? Кто тебе сказал, что она в чертовом еру? Как кто сказал? Багун. Халоп. Да ты с ума сошел? Какой багун? Какой багун? Разве вы багуна не знаете? Так он жив? Говори, а то ножом пырну. Боже, пустите, задохнусь. Говори, а то ножом пырну. А почему ему не жить? Он мне сам рассказал, как его пан Володеевский ранил. Крепкий орешек. Он тебе сказал, что спрятал пану? Ради бога, задохнусь же. Говори. Говори. Чего вы от меня хотите? Разве я разбойник какой? Отпусти его. А то он ничего не расскажет. Позвольте сначала отдышаться. Говори. Я голодный. Хороший мед. Ты будешь говорить? А пан сразу гневаться. Конечно, я буду говорить. Пану приказывать, обле выполнять. На то я и слуга. Говори, наконец. Помните, как меня багун в Чигирине перначом ударил? У меня на глазах. Только я пришел в себя, смотрю, а в Чигирине хмельницкий. Когда они добычу свою привезли, у меня чуть сердце не разорвалось. Золотые пуговицы за полкварты водки продавали. Я подумал, надо и мне воспользоваться. Ну и купил серебра, золото, драгоценности. Ты о багуне рассказывай. Вот тогда и привезли раненого багуна. Я подумал, узнаю, что с паной. Начал его лечить, я ведь умею. Так я вошел к багуну в доверие. Он рассказал, что вы с паной сбежали. Потом багун уехал, а я вернулся в Жердяны к родителям, к дедушке, которому 90 лет. Нет, 91, кажется. Ну да, 91. Да хоть 900! Дай ему Бог как можно больше. Спасибо, пану, за доброе слово. Как они обрадовались, что я приехал. У нас там с Егорским тяжба из-за груши, что на меже растет. Половина веток над землей Егорских, а половина над нашей. Когда Егорские трясут, то и наши груши падают. А они говорят, что упало на межу, то их. Ну, вы сами посудите. Если это межа, холоп, не гнили меня, говори о деле. Прошу прощения, пан, я. Никакой не холоп. А шляхтич, хоть и бедный, этот тяж бы длится уже 50 лет. Но вы посудите. Вот. Межа, здесь падают груши. Тогда часть должна быть их, а часть наша. Хорошо. Хорошо, Рыбка, но ты нам рассказывай о багуне, а не о грушах. О багуне? Можно и о багуне. Егорских мы прижали, пойдут теперь с умой. А я подумал, надо возвращаться к моему пану. Наш князь с барыжи. А где князь, там и мой пан. Ну, я еду с барыжей, еду, 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 еду. И встречаешь багуна. Откуда вы знаете? Очень обрадовался, увидев меня. Он ведь думает, что я ему друг. Говорит мне, тебя Бог послал, теперь я уже не умру. Будешь меня лечить. Сначала я хотел его ножом пырнуть. А потом подумал, не пристало шляхтичу резать лежачего больного, как свинью. И мой пан это не одобрил бы. А он тогда меня просит. Отвези меня. Я болен, дорога опасная. Я уши навострил. Куда, спрашиваю. На Днестр, говорит. Она там спрятана. У меня аж сердце остановилось. Княжна, спрашиваю. Да, отвечает. Ради Бога, говори быстрее. Скоро, да не споро. Думаю, не подам виду. Говорю. А может, ее там уже нет. А он мне, ведьма Гарпина, будет охранять ее до тех пор, пока я не вернусь или не пришлю кого-то со своим перначом. И так меня просил. Так просил. Он эту княжную правда любит. И я ему простил свою обиду. И что? Ничего. Украл я у него этот пернач. И что было духу сюда? Украл я. Продолжение следует...